Еще один интересный момент и очень важный для нас, учитывая Кременчуг, учитывая Белгород-Днестровский. Это ПВО. ПВО НАСАМС. Очень любопытная система. То, что они передают нам эти системы. Система противовоздушной обороны, причем именно НАСАМС. Это ответ на ракетные обстрелы Киева, Кременчуга и Одессы с Николаевым? Думаю, что да. Именно удары Российской Федерации по жилым объектам и гибель гражданских людей, особенно женщин и детей, именно это дало толчок тому, что мы, в принципе, про НАСАМС и не заикались. Мы говорили про Патриот, про комплекс ШАР, про другие системы. А в Соединенные Штаты предложили нам вот эти норвежско-американские системы НАСАМС. Причем там уже речь идет о трех. Да, уже ушла речь о трех. А расскажите, в чем разница между Патриотом, который мы просили, и НАСАМС, который нам дают? Дело в том, что Патриот – это система дальнего радиуса действия, НАСАМС – это система среднего радиуса действия. НАСАМС действует на дальности 40 километров, в высоту до 16 километров. То есть ИОН в основном НАСАМС – это противоракетный комплекс. Ну, допустим, при появлении цели в зоне радиолокационной станции реакция системы полсекунды, 0,56 секунды. То есть система уже захватывает цель, и через 10 секунд идет противоракета на перехват цели. Она может выпускать до нескольких ракет по одной цели для надежности перехвата в зависимости от настроек системы. И в радиусе 40 километров и на высоту 16 километров она может перехватывать и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. Кстати, вот высота перехвата 16 километров, она дает возможность для очень хорошего перехвата баллистических ракет, потому что у них высота подъема, ну, например, «Искандер» поднимается ракета до 50 километров в высоту, потом начинает падать вниз. И вот на нисходящей части траектории как раз вот этот НАСАМС имеет возможность ее перехватить. Вот в этом его особенность. Практически можно закрыть один город, крупный город, можно закрыть одним комплектом одной батареи НАСАМС. Ну, и там зависит от целевых каналов, сколько РЛС потянет целевых каналов. Но, тем не менее, ну, для надежности, пример, все приводят Белый дом. Дело в том, что территорию Белого дома, именно Белый дом в Вашингтоне, они охраняют именно эти комплексы, их разворачивают, и они закрывают небо, вот когда у них были там эти террористические угрозы, они закрывают небо именно этими комплексами над Белым домом. То есть надежность этой системы и эффективность ее довольно высокая на сегодняшний день. Давайте я еще раз это повторю, потому что это очень и очень интересно. То есть по большому счету получается, что один комплекс может закрыть один большой город. Нам передают три комплекса, то есть мы можем закрыть три больших города от угрозы с воздуха. Да, абсолютно правильно. Либо три больших города, либо где-то применять на опасных направлениях, откуда обычно бомбят российская авиация для перехвата этих ракет. В принципе, мы можем использовать в любой ипостаси эти комплексы, но вы абсолютно правы в том, что три больших города мы можем закрыть тремя комплексами. Кстати, хочу отметить, что радиолокационные станции от этого комплекса, НОСАМС, норвежские, РЛС, ПВО, работают в Украине с марта месяца. В первом пакете, да, именно РЛС, в первом пакете помощи были радиолокационные станции, которые просто тогда не акцентировалось внимание, что они идут в комплекте с НОСАМС, составляют единую систему. Но Норвегия нам тогда передала, для усиления нашей ПВО, передала радиолокационные станции. Поэтому на сегодняшний день, если придут комплексы, то мы их просто можем... Либо они придут, допустим, пусковые батареи, стартовые батареи, точнее, и мы дополним его до комплекта. Либо они придут уже, еще комплект придет с радиолокационные места. Но мы умеем пользоваться, они у нас есть в составе системы ПВО страны. Вот в том-то и дело, что по большому счету получается, что с марта месяца у нас уже есть операторы, которые умеют работать с этой системой. Нам не нужно их учить полгода. Но не столько с системой, они умеют работать на радиолокационных станциях, которые совместимы с этой системой. Вот так вот надо правильно сказать. И эти радиолокационные станции, они уже совмещены с нашей системой. То есть интеграция их в систему ПВО страны, она не представляет труда, потому что они уже интегрированы. И это просто увеличит плотность РЛС, которые будут, как говорят ПВО, которые будут смотреть небо. На будущее, когда эти системы уже встанут на защиту наших городов, но все равно может прилететь. Может ли рашисты перегрузить эту систему? То есть запустить такое количество ракет, когда на самом деле просто не справится с этим? Могут, к сожалению, могут. И такой пример – это вот когда был массированный ракетный удар с трех направлений, в том числе и по Киеву. Когда они просто перегружают систему, и она не в состоянии обработать все цели. Она их видит, но распределить целевые каналы недостаточно для того, чтобы их поразить. Вы на этом, кстати, нет самой совершенной противоракетной системы, нет самой совершенной ракеты. Поэтому, да, действительно, такую ситуацию создать можно. На SAMS более продвинутая система с этой точки зрения. Он одновременно может удержать и уничтожить большее количество целей, чем то, что у нас есть сейчас, на ШПВО? – Да, в принципе, в этом плане он более продвинутая система, и у него время реакции меньше. То есть он может поочередно, ведь крылатая ракета, она летит со скоростью самолета, и если есть время, то фактически на захват и обработку цели на SAMS надо 11 секунд. То есть каждые 11 секунд он может обновлять картину целей, и сделав залп, главное, чтобы хватило ракет для поражения тех целей, которые он обнаружил. Потому что перезарядка пусковой тоже занимает время. – Сколько ракет входит в комплекс на SAMS на дежурстве? Сколько ракет или ракет, баллистических ракет, крылатых ракет он может уничтожить в единицу времени? – Ну, это все зависит от того количества пусковых, которые вы поставите. В обычном в одну батарею входят две пусковых установки, если я не ошибаюсь, там, по-моему, по 9 ракет на каждой. Вот, три ряда, да, три ряда контейнеров, это самое. И, соответственно, вот сколько ракет, столько целей. – То есть по большому счету? – До 18 целей может, допустим, уничтожить одна батарея. Или 9 целей, если по две ракеты на каждую цель. Все зависит от характера цели. Но, в общем, в принципе, можно сказать, что одна ракета – одна цель. Сколько пусковых вы видите, и сколько контейнеров на пусковой стоит, столько целей она может поразить.